всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великий музей мира лукас кранах старший алтарь святой родни так называемый торговерский княжеский алтарь 1509 год дерево масло центральная часть 120 на 99 боковые 120 на 43 культ святой родни стал получать широкое распространение в германии в конце 15 начале 16 века ее честь воздвигались церкви и создавались алтари среди крепнущий буржуазии все большее значение придавалась семье и почитание святой родни становилась важной частью культуры позднего средневековья если прежде изображая святое семейство художники ограничивались марии младенцем христом и иосифом то теперь его состав начал расширяться появились бабушки дедушки тети дяди и двоюродные братья христа на существование которых есть малейший намек нового завета центре алтаря написано троица святой анны достаточно распространенный в христианском искусстве сюжет когда марии показывает иисуса своей матери они но здесь это событие обрастает дополнительными подробностями согласно золотой легенде анна была замужем три раза от первого супруга и акима она родила дочь марии мать иисуса клеопа и саламия также под очередь центральной части перед марией и анны написаны двое играющих малышей будущих учеников христа покровителя ремесленников симон канонит и иуда фаддей помогающих безнадежных делах алтарь имеет и политический подтекст на створках в образах мужей марии клеопа это левая и марии саламии права представлены курфюсты фридрик мудрый саксонский и его брат иоганн твердый на балконе образах мужей святой анны даны современники кранаха кайзер максимилиан золотой цепью на шее его советник третьего персонажа идентифицировать не удалось политическая ситуация в германии того времени складывалась так что между саксонскими курфюстами и кайзером отношения были весьма напряженным поэтому изображая на боковых створков курфюстов в качестве зитьев святой анны кранах метафорической форме подчеркивала их лояльность и верность императору персонажи модно одеты накидки отделанные мехом богатые ювелирные украшения замысловатые головные уборы у мужчин великолепные шелковые платья у дам если средние века женщинам не разрешалось демонстрировать декольте и шею то в эпоху возрождения глубоко декольтированные наряды становятся популярными вот такое описание в работе алтарь святой родник так называемый торговоерский княжеский алтарь автор лукас кранов старший 1509 год описание по книге великий музей мира пока пока до свидания украшения украшения украшения